Можно выдохнуть? 5G точно не опасно. Думающая и умеющая гугли часть аудитории даже не расслабились, потому что вы это знали. В Nature, а это один из самых старых и авторитетных научпоп-журналов мира, в двух статьях объяснили, почему 5G не вредит здоровью. Это 138 различных исследований по влиянию на здоровье маломощного излучения с частотой от 6 до 300 ГГц, то есть от нижней границы сетей 5G до здоровенных таких авиационных радаров на протяжении 10 лет. В результате обе группы исследователей не обнаружили никаких негативных последствий воздействия в том числе 5G-излучения на живую материю, за исключением крайне высоких частот от 40 до 55 ГГц, но это уже спутниковая связь в направлении Земля-космос. Если вы общаетесь, сообщите об этом на РЕН-ТВ. Насчет духовного состояния исследования не проводились. Распространите эту новость среди жильцов вашего ЖЭКа. Ладно, пошутили и хватит. Теперь к серьезным новостям. Спустя сколько там лет Intel заявила, что их 7-нм техпроцесс отлажен и первые тестовые процессоры будут готовы уже в конце этого года. Релиз состоится в 2023 году. Именно тогда выйдет линейка Meteor Lake или 14-е поколение. Любопытно, что в процессорах будет использоваться многочиповая структура Foverus. Где-то мы это уже видели. Ах да, в процессорах Ryzen последние пять лет. Причем с 7-нм чипом Intel придется бороться с 5-нм Ryzen. Чувствую, битва будет жаркой. Ну а пока что придется довольствоваться 14-нм решениями. Именно на таком техпроцессе созданы новые CPU Rocket Lake. Они же 11-е, уже 11-е поколение Intel Core. Правда, не все так плохо. Старая архитектура Skylake была заменена новой Ципрусков с приростом почти в 20%. Также появилась поддержка шины PCI-Express 4, более быстрая ОЗУ и новая интегрированная графика Intel XE. Короче говоря, вот такие процессоры мы должны были увидеть в году так 2018. И знаете сколько в них ядер? Максимум восемь в линейке Core i9, а Core i7 отличаются от них только чистотой. Причем и там и там есть процессоры с разгоном. И хотя официальные тесты Rocket Lake появятся только 30 марта, а я для вас возможно уже в прошлом, до старта несколько магазинов забили на ограничения Intel и уже продают эти чипы. Так что тестов в интернете хватает и по ним новинки скучные. Жрут по 200 ватт, быстрее предшественников на единицы процентов и до Ryzen 5000 в большинстве задач не дотягивают. Так что ждем осень, 12-е поколение Elder Lake там уже обещают 16 ядер. Больше ядер? Это эволюция, нам нужно больше ядер! Но не только новые процессоры Intel оказались никому не нужными. Та же судьба постигла Cyberpunk. Игра, которая купилась буквально на старте, спустя 4 месяца уже никому не нужна, ее продажи упали на 99%. Оно и понятно, баги фиксятся медленно, на старых консолях до сих пор толком не поиграть, а обещанных патчей производительности что-то не видно. Зато копы скоро начнут работать. Понятное дело, что CD Projekt рано или поздно игру доделают, да вот только к тому времени о ней могут уже не вспомнить. А вот кому в популярности отказать сложно, так это Discord. Начав в 2015 году как небольшой мессенджер со звонками, он превратился на данный момент в серьезную социальную сеть с комнатами, группами по интересам и возможностью транслировать контент с экрана. Поэтому не удивительно, что компанией заинтересовалась Microsoft и готова отдать за нее аж 10 миллиардов долларов. И Discord, в принципе, готов продаться. Только все мы помним, как Microsoft своей покупкой убила Skype. И раз уж мы заговорили о больших деньгах, то никак нельзя пройти мимо темы с этими вашими бетховенами. Visa публично объявила, что будет работать с криптовалютами. В будущем можно будет привязать кошелек с биткойнами к карте и платить с нее где угодно. Деталями компания пока не делится, но это уже не первый случай, когда крупные платежные системы признают крипту. Год назад это сделала PayPal. Что интересно, криптовалюту используют не только для платежей или попыток заработать, но и для подтверждения права собственности. Тут все просто. Тот же эфир является блокчейном, цепочкой связанных блоков, которые есть у всех майнеров. Про принципы работы крипты мы уже рассказывали, ссылочку я оставлю в описании. Поэтому если какую-то информацию записать в блок, она тут же окажется у всех майнеров, и подделать ее будет практически невозможно. Это запись и называется NFT токеном. Отличился в этот раз основатель замедленного твиттера Джек Дорси. Он выставил на продажу свой первый твит. Причем не сам твит, в противном случае ему пришлось бы продать свой аккаунт. Он, как и тезка-пират, продал рисунок ключа, то есть право на твит. За 160 монеток эфира. Это почти 2,9 миллиона долларов. За эти бабки чувак купил строчку в интернете. Просто настраиваю свой твит. Самые дорогие пиксели в мире. И, видимо, бывшему президенту США и большому любителю постить в твиттер Дональду Трампу эта идея понравилась. Он решил создать собственную соцсеть и появится она в течение пары месяцев. Никакой конкретной информации Трамп не сообщил, просто сказал, что это будет масштабный проект на новой платформе, который соберет десятки миллионов людей вместе. Просто бизнес. Кстати, на тему твиттер, который замедлил и пообещал заблокировать Роскомнадзор. Кто-то в России смекнул и создал полный аналог под названием Твайп. Там было все. Твиты на 10 тысяч символов, хэштеги, полная копия интерфейса, никакого замедления. В общем, сказка. Вспоминается сразу же мессенджер Тамтам, который должен был заменить Телеграм. Только вот проработала эта соцсеть, зарегистрированная аж в Панаме, целых 4 дня и закрылась. А все потому, что подтверждать аккаунт нужно было с помощью видео, на котором нужно показаться с паспортом. Итог оказался немного предсказуем. Один из админов, который имел доступ к такой информации, поставил на свою учетку суперсложный пароль 123456, так что язык не поворачивается назвать проникновение в админку сайта взломом. В результате соцсеть закрылась и появились интересные подробности. Например, верификацию можно было получить и без фото с паспортом, просто отправив хэштег «админ дай галку». Так верифицировали фейковый аккаунт Владимира Путина. Видимо, после взлома эксперимент признали неудачным и соцсеть прикрыли. Но что-то подсказывает, что если твиттер окончательно заблокирует, то у твайп есть шанс вернуться. Но раз мы затронули Панаму, грех не вспомнить пиратов. Нет, не тех пиратов, что качают с торрентов о самых настоящих пиратов на лодках и с автоматами Калашникова. Сразу же вспоминается Сомали. Маршал Шапошников докладывает, пираты не добрались до берега. Та же проблема вновь настигла Панаму. История циклична. Стоп, какие пираты? Причем здесь IT? Что за бешеный кроссовер? Все просто, вернее сложно. Хабблу, космическому телескопу, который шлет нам фото света из прошлого, уже 30 лет. И НАСА подготовила для него замену телескоп Джеймса Уэббла. Там целая космическая обсерватория. Сам по себе это грандиозный международный распил. Ибо делали его аж 25 лет и вбухали в него 10 миллиардов нет ни рублей. Но теперь он уже готов и его хотят запустить осенью с космодрома Куру, что в Южной Америке. Но собрали его в США. А там только зеркало с теннисный корт. Поэтому самолетом не вариант. Но есть же корабли. Отправим морем. Вот тут на сцену выходят любители легкой наживы. Конечно, сам телескоп пиратам мало интересен. А вот выкуп получить за технику стоимостью в миллиарды долларов было бы неплохо. Инженеры, которые создали Джеймса Уэббла, сейчас ищут помощи в защите. Замкнутый круг науки и грубой силы. Кстати, Steam тоже предлагает собрать у экранов людей, не миллионы, конечно, как Трамп, а всего четырех. Компания уже долгое время тестирует технологию Remote Play Together. И теперь благодаря ей можно поиграть с друзьями, даже если у них нет аккаунтов в Steam. Это типа собственный облачный гейминг на минималках. Один транслирует видеопоток, другие не напрягаются. Поэтому теперь можно большой компанией сыграть во всякие платформеры и головоломки. Достаточно купить игру всего одному человеку с быстрым интернетом. Еще для справки. LG закрывает свой смартфонный бизнес. Они предлагали купить себя даже Volkswagen, но, видимо, дорого. Так что больше никаких смартфонов от LG, все будущие разработки отменены, текущее производство сворачивается. Еще один воин пал. И завершает нашу подборку новостей снова Intel. Там у них сейчас конкретная движуха. Пинок от AMD сработал, и компания откровенно радует последнее время. Новый опытный начальник Пэт Галсингер заявил, что компания пойдет по пути TSMC и будет производить процессоры по контракту. Для этого Intel планирует к 2025 году построить две фабрики в Аризоне и начать производство в том числе ARM чипов. На данный момент компания пытается наладить сотрудничество с Microsoft, Apple и Google. Но будет забавно, если через пять лет процессоры AMD будут производить на заводах Intel. На этом все, друзья. Теперь давайте пообщаемся в комментариях. Ссылочки на наши соцсети будут в описании. Меня зовут Михаил Крошин. Это была рубрика «Что там в IT?». До скорых встреч!